Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Всем здравствуйте! Начинается «Мужская пятница». Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, сегодня действительно пятница, 9 октября, холодно за окном. Мужская погода. Мужская погода. Ну, помнится мне в прошлом октябре год назад, где-то в середине. Месяца, да, город уже сугробами начал покрываться. Ну, пока еще не очень активно будет. Я не думаю, что это на совсем, но знак нам уже дан, что пора, пора, пора. Ну, вот смотрю я прогноз погоды на следующую неделю. Знаете, понедельник, вторник уже плюс 8, плюс 9 и солнечно. Дай бог. Так что, если сбудется, то будет замечательно. Еще немножко поживем в таком относительном тепле. Ну что, по традиции представляем вашему вниманию программу «Мужской пятницы». К нам присоединится во втором части Светлана Удильная. Разбавит нашу мужскую компанию наш шеф-редактор отдела тематического вещания. Это будет рубрика «Культ, поход». И мы снова будем разыгрывать билеты и рассказывать об этих культурных событиях. В 12.30 к Николаю присоединится Роман Веселков. Он, я надеюсь, присоединится к нам еще на «Культ, поход», потому что у нас в прошлую пятницу хорошо и весело с ним получилось. С ним веселее, действительно. Да, ну фамилия у него такая. В 12.30 программа «Голый весел». Да, у нас подборка новостей интересных, хороших. То есть в Вятских полянах собирается поставить памятник гаишнику. А с Апаринской дороги незаметно украли 205 бетонных плит. Ребята, что творится в Кировской области? Незаметно. 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 До сих пор не знают, где. Ужас. Ну, про Афанасьевского козла-то тоже были? Ну, как без него? Этот козел опять прославил нашу область. Вот козел, а? Так что ожидайте все это во втором часе. Ну, а прямо сейчас представляем нашего гостя Андрея Усенко. Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, секретарь общественной палаты Кировской области. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Говорить мы будем о прошедшем в Сочи международном инвестиционном форуме. Состоялся он с 1 по 4 октября. Насколько мы понимаем, вы единственным человеком от Кировской области. Были, который присутствовал. Еще Никита Юрьевич Белых еще был. Никита Юрьевич еще. Ой, ты его и не заметил там. Смотрел, смотрел фотографии, вот никак не заметил. 14-й, да, уже по счету был инвестиционный форум? Ну, это одно из самых ярких таких в экономической жизни страны мероприятий. Традиционно там безумное количество всевозможных инвестиционных соглашений заключается. Выступают очень известные люди. Ваша роль, собственно, на этом мероприятии. Как вы туда попали? Попал я благодаря Общественной палате Российской Федерации. Но в основном по экономическим вопросам, не по общественным. Потому что форум инвестиционный. И если говорить о его такой стратегической направленности, вот есть несколько ключевых форумов у нас в стране. Известный Петербургский экономический форум. Он больше носит все-таки такой глобальный экономический характер. Макроэкономический такой. И больше даже интегрированный с политикой. То есть там как раз про экономику как основу политики. Инвестиционный форум в Сочи, он больше прагматично-практичный экономический. Там не рассматриваются вопросы глобальной геополитики. Там идет речь как раз о экономике, об инвестициях, о инвестиционном климате. И поэтому по предложению Общественной палаты Российской Федерации, лично секретаря Александра Бричалова, мне было предложено принять в нем участие. Потому что позиции нашей и Общественной палаты, и Торгово-промышленной в Москве достаточно известны. Мы собирались поднять ряд вопросов, связанных с как раз инвестиционно-экономическим климатом. И вот такая возможность мне... Именно в нашем регионе? В нашем регионе, но как бы вопросы системные на примере, что называется. То есть имея определенные примеры, у нас было желание показать определенные системные проблемы. То есть была какая-то площадка, на которой вы выступали? Да, там была целая масса секций различной тематики. Мы выбрали для себя несколько. И на двух из них мне удалось выступить, сформулировать и свои позиции, и свои вопросы. Ну и получить на них определенные ответы. Ну давайте... А уровень этих ответов? То есть кто на них отвечал? Ну вот, собственно говоря, масштаб и уровень форума как раз... Можно составить о нем впечатление по уровню гостей. Ну, пленарное заседание было открыто премьер-министром Медведевым. Было достаточно объемное его выступление, в котором многие вопросы были озвучены, многие темы. А секции проводились, ну, скажем так, в формате как минимум 2-3 федеральных министра. В качестве рядовых слушателей присутствовали губернаторы. Ну, хоть где-то они могут спокойно посидеть, послушать. Без излишнего внимания, да, что называется. Вообще, надо сказать, что форум, конечно, конечно, как правильно сформулировать, от такой реальной региональной экономики, на мой взгляд, в общем, несколько... Ну, достаточно далек, да. То есть там речь идет о глобальных проектах, о глобальных в масштабах страны, да и мира зачастую вопросах. Звучат суммы, которые там многократно превышают наш годовой региональный бюджет и обсуждаются. Но в чем для меня была ценность, собственно говоря, форума? Это возможность из первых уст услышать определенные принципиальные позиции, во-первых. А во-вторых, все-таки сориентироваться в том, чему наше государство пытается отдавать приоритеты, так скажем. То есть мы много что читаем, много что получаем из СМИ, но когда идет дискуссия, причем достаточно периодически напряженная, и между министрами, и между губернаторами или органами исполнительной власти, то, в общем, понятно, так становится, кто, собственно говоря, задает направление развития. — Приоритет в плане развития как раз-таки, да? — Ну да, то есть кто большим весом обладает, у кого больше аппаратных ресурсов, то есть такие понятные системы. Плюс были достаточно важные вещи все-таки в сфере госуправления, которые на широкую публику не выносятся, но в режиме вот такой дискуссии обсуждаются. — Ну то есть как это не выносит широкую публику? Форум все-таки ведь не закрытое мероприятие? — Нет, форум закрытое мероприятие по предварительной регистрации. Понятно, что он широко освещается в СМИ, но есть вопросы, которые, так скажем, может быть, СМИ там не обратят внимания, да, но для нас... — Но они имеют значение? — Да, ну принципиальное причем значение. Я был на секции качества государственного управления, например, да, вела Ольга Дергунова, это глава госимущества, замминистра финансов России. Ну вот принципиальная позиция, что к концу 2017 года государство избавится от предприятий в организационной форме в ГУП. — Это федеральное государство, унитарное, да? — Да, да, да. То есть эта форма считается крайне устаревшей, неэффективной. Таких предприятий в стране 1700, причем достаточно принципиально, начиная с Почты России и, например, Монетного двора, который печатает деньги, да. По многим предприятиям будет принято решение об акционировании, о переводе в статус акционерных обществ. — Учредителем, естественно, будет государство, да? — Учредителем будет государство, но с перспективой выведения на IPO и продажи. По Почте России Дворкович на этой секции принципиально сказал, что задача акционирования Почты России и перевода ее на частное общество акционерное стоит принципиально и над этим будут серьезно работать. — Лишь бы не было еще хуже с Почтой России после таких преобразований. — Ну, не знаю, куда хуже. — Мы всегда не знаем, куда хуже. — Да, но вот такие вещи, которые в информационном поле отсутствуют, а так как, ну, смотрите, от региона нас было двое, да, то есть, по сути, я сейчас встречаюсь здесь с коллегами в регионе, в органах исполнительной власти, в бизнес-среде, в общем, дают ту информацию, транслируя ее, да, которую мы бы получили, может быть, там, с серьезной задержкой, а сейчас это, собственно говоря, дает нам возможность сориентироваться в ситуации. У нас может быть там не так много вгупов этих, да, это больше там федеральный уровень, но тренд, там, направление... — У нас зато есть когупы. — У нас есть когупы, да. — Дальше по вертикали пойдет, по нисходящей. — Да, потому что это признано крайне неэффективной формой. Дергуновы, когда спросили, что вы будете там, как вы будете повышать их эффективность, она сказала, никак их надо просто там... — То есть у нас на местном уровне тоже возможно. — Обычно это происходит так, ведь у нас общество? — Ну, я думаю, что это должно быть так. — Если федеральное правительство, федеральное руководство признает эту форму устаревшей, неэффективной и крайне проблемной с точки зрения контроля за расходованием средств, с точки зрения вообще понимания, что там происходит внутри вгупов, то я думаю, что региональные правительства должны там, собственно говоря, там этот опыт перенять и к нам. — Ну, надо понимать, что... — Акционерные пакеты, наверное, тоже со своими мупами должны тоже подтянуться. — То есть местным предпринимателям, представителям бизнеса будет предложено войти в эти акционерные общества? — Я думаю, что по части да. То есть в принципе задача у нас... Смотрите, то есть мы, если помните, несколько лет назад был достаточно серьезный такой посыл относительно того, что государство должно выйти из всех непрофильных активов. То есть там надо скинуть все участие в коммерческих предприятиях, акционерные пакеты в них. Значит, потом сложилось впечатление, что государство передумало. И, в общем, как бы идет процесс, наоборот, централизации. Смотрите, у нас там создаются госкорпорации опять, да, централизуются целые отрасли. И было впечатление, что государство изменило кардинальную позицию и снова там постарается прибрать все к рукам. Но вот на секции, вот на этой, там, Дворкович в статусе, там, вице-премьера, да, и Дергунова официально сказали, что линия государства на выход из непрофильных активов сохраняется. Причем теперь у них есть и аргументация. То есть это в первую очередь связано с экономикой. Те же вгупы просто поглощают неимоверное количество бюджетных денег без всякой возможности оценки эффективности государство в этом крайне не заинтересовано. То есть государство будет предлагать бизнесу входить в акционерный капитал, соответственно, входить в управление и, соответственно, повышать качество использования бюджетных средств. Процесс непростой, видимо. Ну, крайне непростой. Представьте такие структуры, как... Та же почта России. Той же почта России. Огромная. 1700 губов к концу 17-го года, это, считаете, там, два года осталось. В общем, задачи серьезные. Интересно, что простые потребители, клиенты той же самой почты получат. Ну, и... И как они ощутят? Не готов сейчас там обсуждать по почте, потому что это пока вот такое принципиальное решение. Хотя еще одно из решений, которое было озвучено, это то, что почта вместе с одним из банков будет создавать почтовый банк. Почтовый банк, который по своим там задачам будет... Свои задачи будет ставить вовлечение в, так скажем, банковские процессы тех людей, которые пока к ним вообще никакого отношения не имеют за счет своей разветвленной сети, которая там на порядок практически, ну, в несколько раз больше сети Сбербанка, того же самой большой, да. То есть они свои задачи сформулировали там вовлечение в банковскую, так скажем, деятельность, участие в ней тех людей, которые пока вообще никак в этой организованной финансовой системе не участвуют. Тоже ведь принципиальное решение, потому что, ну, как это будет делаться, и, например, для местных банков надо там отдавать себе отчет, что возникнет еще один очень серьезный конкурент. Очень серьезный. Очень серьезный, да. Ну, это вот я вам буквально там кратко, что называется, из одной секции. А таких секций было на форуме там порядка 20. Мне удалось там поучаствовать в 5 или в 6 в общей сложности. Я постарался там максимально охватить, и, конечно, объем полученной информации очень большой. Вот, Андрей Леонидович, вы сказали, что на двух секциях вы даже, так сказать, выступили и поставили определенный вопрос. Вот хотелось бы поподробнее узнать, о чем именно, вот что именно. Ну, собственно говоря, та секция, основная, ради которой я, в общем-то, и ехал, это была секция с названием «Импортозамещение.ЧКП реализации отраслевых планов». Значит, эта секция была посвящена тому, обсуждению вопросов, как реализуются программы господдержки и планы импортозамещения в промышленности. Потому что достаточно много мы об этом слышим. Кстати, достаточно такая забавная история. В общем, с высоких трибун, что называется, был произнесен такой анекдот о том, что на вопрос, что такое импортозамещение, вполне официальный ответ, что слово придумали, а содержания пока нет. Ну, иногда, да, возникает такое чувство, на самом деле. Потому что говорят о нем слишком много и на всех уровнях. Кто это произнес? По-моему, Дворкович. Дворкович. Ну, его можно. Ну, меня тоже журналисты об этом спрашивали. Я сказал, знаете, у нас какое-то... Я уже много этих слов помню, да, там, нанотехнологии, инвестиции, модернизация. Чтобы прослыть умным человеком и человеком в теме, заучи эти слова. Надо знать их и регулярно произносить. На самом деле, собственно говоря, наш вопрос касался конкретно одного из предприятий Кировской области, которое, ну, знаете, что называется, практически сферический конь в вакууме. Да, там предприятие, идеально подходящее под модель импортозамещения. Это наше небезызвестное ТЭК-энтерпрайзес предприятие Новояцкое, производящее плиты электрические и газовые. Так вот, предприятие в течение года не может получить ни одну из форм господдержки и даже банковской поддержки. Хотя, ну, идеально подходит под, собственно говоря, модель импортозамещения. Иностранные инвестиции, модернизированное оборудование, востребованная продукция, которую сейчас готовы расхватывать, как горячие пирожки, у предприятия банально не хватает оборотных средств для того, чтобы запустить массовое, увеличить массовое производство. То есть, основная проблема в том, чтобы как можно больше выпускать, увеличить объем производства. У предприятия есть реальный спрос, более того, его готовы кредитовать дилеры для того, чтобы это запустить. Предприятие существует из-за прошлогоднего скачка цен на комплектующие, вернее, скачка доллара, курсовых позиций. У предприятия возник кассовый разрыв с точки зрения оборотных средств на приобретение комплектующих. Им надо закупить, им нужна определенная сумма денег, чтобы закупить комплектующие, произвести продукцию, продать. Так вот, эту сумму денег они не могут получить год ни по одной из линий государственной поддержки, ни по агентству кредитных гарантий, которое было для этого создано, ни по фонду развития промышленности, который есть. Причем, с этим предприятием бьют, мы бьемся здесь, в Кировской области, подключены уже и Минпромторг, и ОНФ. Мы озвучивали на форуме Народного фронта в мае, и министр промышленности напрямую дал задачу решать этот вопрос. И я перед поездкой на форум получил информацию, что одобрен кредит предприятию, Сбербанком, значит, все хорошо за два дня до форума. В день, когда я приехал на форум, сказали, кредит одобрен, но его условия таковы. Что брать не будем? Что, ну, его невозможно получить. То есть громадная процентная ставка? Нет, там вопрос даже не только в ставке, предприятие уже готово и на рыночную ставку. Вопрос в том, что необходимо произвести трансформацию с акционерным капиталом, это минимум три месяца. Значит, там надо избавиться от всех предыдущих долгов, а для этого их надо из чего-то выплатить. Условия сформулированы так, что, по сути, это ограничения, которые невозможно выполнить. И поэтому прямо на секции я разговаривал с руководителем департамента Минпромторга, который сказал, мы вчера написали министру, что вопрос решен, контроля снят. Я говорю, ну, пишите теперь снова, что вопрос возвращается. А вот, Андрей Леонидович, вы говорите так, что не дают там, не дают там. А на каких основаниях? Почему отказывают-то? В большинстве своем, конечно, формальные вещи, потому что у предприятий, естественно, существует уже определенная кредиторская задолженность по ранее полученным кредитам. И вот это основная причина, потому что банки по, опять же, системная проблема. То есть я почему Асина на секции говорил об этом, я говорил, вот вам пример, на котором вы можете сделать системные выводы. Нормативы Центробанка по резервированию средств для банков в случае вот таких непростых кредитов промышленным предприятиям таковы, что наши банки не могут выдать. Наш местный банк готов бы прокредитовать, но они для этого должны такую же практически сумму положить в резервы. Ни одному банку это сделать там практически невозможно. И поэтому вот эти системные проблемы, я их сформулировал. Я говорю, ваше агентство кредитной гарантии там с 50 миллиардами на страну, во-первых, этого малого, во-вторых, и они-то не освоены. Вы сейчас на базе этого агентства там создаете еще корпорацию развития малого бизнеса. Так давайте сделаем выводы, что нужно предприятиям. При этом мы обсудили, есть положительные примеры, есть удачные результаты работы этих программ. Но я говорю, если в ручном режиме не работает, то что говорить о системной работе? Конечно, наши эти 100-120 миллионов, наш вопрос на фоне обсуждающихся там сотен миллиардов и триллионов, он, конечно, для всех такой, ну, как бы незначительный. Хотя надо отдать должное Минпромторгу, министерство бьется изо всех сил и делает с нами там все возможное. Но я на этом также на секции сказал, я говорю, вы обсуждаете там крупную экономику на многомиллиардные проекты. Таких предприятий в каждом регионе, не считая там столичных, одно-два максимум, они не являются основой экономики. Или не должны являться, по крайней мере. Если вы будете заниматься только ими, то в конце концов, как это было в свое время в Вологодской области, губернатор, который там рассказывал о том, как они столкнулись, когда там оборот в предыдущей кризис своих промышленных предприятий Северстали упал в два раза, прибыль упала в четыре, и в бюджете возникла дыра в 40%. Вот что происходит, когда не заниматься такой реальной региональной экономикой. Не посмотреть еще пониже. Когда все яйца в одну корзину положишь, и думаешь, вот понятно, ну это как бы получается, Вологодская область, как монообласть получается. Монообласть, да. То есть зависимая полностью от Северстали. Это у них долго было такое. Поэтому сейчас мы продолжаем эту работу, смотрим сейчас ситуацию по МСП-банку, по вновь создаваемой корпорации. Но пока вопрос был озвучен. МСП-банк вроде бы для этого как раз и создан. И что там? Для этого и создан, но он создан на базе ВНБ, это же его дочка. И, собственно говоря, там все нормативы, все остальные программы сохраняются. Есть определенные надежды по МСП-банку, но вот такая ситуация. Кто еще из наших кировских предприятий мог бы? Или это единственный пример? Нет, ну пример далеко не единственный, он просто вопиющий. То есть я еще говорю, такой сферический конь в вакууме с точки зрения импортозамещения. Вот он классический. Я думаю, что... Нет, вообще на самом деле на всем форуме, когда речь заходила о конкретной экономике, не о глобальных там проектах, типа трубопроводов в Китае или сопоставимых, да, когда речь шла все-таки... Белкомур, по-моему, обсуждали опять, да? Белкомур, да. Но, кстати, по Белкомуру... Мы ведь тоже там как-то частично задействованы, да? К сожалению, нет. Вырезали нас? К сожалению, нет, да. Вроде там была возможность по нашей территории часть дороги провести. Пока, по крайней мере, тот проект, о котором я видел, о котором сейчас идет речь, и по которому достигнуто соглашение о соинвесторах с Китаем, опять же, к сожалению, Кировская область там... Не использует этот возможность, да? Проходит мимо нас, мимо нас, да. Хотелось бы посмотреть, если был такой объект. Вот. Так вот, возвращаясь, собственно говоря, к вопросу, все темы, когда касались, ну, более-менее такой вот реальной экономики, да, что называется там, невысших сфер, все скатывались к финансовым ресурсам, к ограниченности доступа к финансовым ресурсам в России. И поэтому много раз там говорилось о том, что наш инвестиционный форум, в результате обсуждаем-то мы не инвестиции, а в принципе недостаток денег. В принципе, недостаток денег в экономике. И длинных, и коротких, любых просто недостаток. Международный антиинвестиционный форум получается. Ну, на самом деле, много там было подписано соглашений, и Кировская область ряд соглашений также подписал. Но, опять же, надо понимать, да, что подписание соглашения на форуме, это такое приуроченное к нему событие, да. Не значит, что тут шли инвесторы, с губернатором встретились, посидели, попили кофе, договорились и тут же подписали. То есть это все, конечно, приуроченно собрано. И в принципе, в этом смысле на форуме было достаточно интересно посмотреть на активность различных регионов. Там была выставка большая, на которой многие регионы были представлены. Нас, к сожалению, не было. А почему? Ну, это уже вопрос к органам исполнительной власти. И было видно, как работают регионы, как себя преподносят. То есть у кого-то достаточно формальные стенды, ну, выставились, выставились. Стандартный инвест-программы там озвученный. Кто-то очень нестандартно себя преподносил. Давайте об этом поподробнее после рекламы. Нам нужно прерваться на пару минут, и мы вернемся скоро. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Мужская пятница». Мы говорим об итогах Международного инвестиционного форума. Состоялся он в Сочи в начале октября. Вместе с главой нашего региона Никитой Белых на форуме присутствовал и Андрей Усенко, наш гость, вице-президент Ветской торгово-промышленной палаты, секретарь общественной палаты Кировской области. До перерыва мы немножко заговорили про представленные регионы, про стенды регионов на этом Сочи. Что вам приглянулось? Где вы почувствовали, что действительно так? Интересно работают. Да, интересно работают. Вообще, конечно, было логично, что самый большой и самый интересный стенд был Краснодарского края. Но с одной стороны хозяева, с другой стороны, конечно, стенд был впечатляющий у самого региона. И что самое интересное, они, пользуясь правом там хозяина, в общем фойе, то есть выставка была в отдельном помещении, а прямо в общем фойе форума, где, собственно говоря, там происходили все перехождения между секциями, они разместили экспозицию всех муниципальных районов. У каждого района был свой стенд. На каждом стенде района были заявлены несколько инвестиционных проектов, как реализуемых, так и предлагаемых к реализации. На каждом был описан инвестиционный потенциал и, собственно говоря, вообще ресурсы этого района. Плюс были представлены отдельно крупные инфраструктурные проекты. То есть, например, в интерактивном режиме был показан проект строительства моста на Крымский полуостров. Значит, и на этих стендах постоянно что-то происходило, но с точки зрения деловых переговоров, потому что они были очень хорошо, красиво оформлены, и многие подходили и поучиться, что называется, и обсудить. Вопрос курильщика. А стенд по контракту их великому с Филипп Морисом там был? Там, по-моему, какая-то запредельная вообще сумма в долларах. Ну, не обратил внимания, не видел. Там просто на стенде каждого муниципалитета, а их было больше 20, было 5-6 проектов как минимум. То есть, конечно, сам Краснодарский край, я думаю, что от этого форума отработал по максимуму из того, что можно было сделать. Очень активен был руководитель региона. То есть, он так очень достойно. Ну, и регионы традиционные лидеры, то есть, понятно, там Москва, Татарстан, Санкт-Петербург. Очень достойно. Хотя, конечно, все говорят о том, что количество иностранных гостей снизилось. В общей сложности там участниками форума, по-моему, порядка 9 тысяч человек были. Количество иностранных представителей снизилось, и уровень, так скажем, был, ну, по... Ну, так как форум не имеет политической вот этой там составляющей, то там были в основном бизнесмены. Но, то есть, несколько уровень снизился. Но при этом в разговорах и с другими регионами, с коллегами, и, собственно говоря, с участниками форума, было понятно, что бизнес все-таки гораздо меньше политизирован с точки зрения вот этих там санкций и всего. То есть, бизнес-проекты и идут, и есть интересы. Более того, была одна из секций, посвященная как раз такому анализу вот этого годового санкционного периода. Присутствовал там и зам Лаврова, замминистра иностранных дел. И он вообще с таким воззванием обратился. Он сказал, у нас за последний год достаточно серьезно переместилось поле переговорное из политической плоскости, в которой оно очень ограничено, в экономическую. И если раньше, говорит, как бы бизнесмены ехали за дипломатами и политиками, да, то есть там у них встреча, а бизнесмены за ними, то сейчас во многих случаях изменилось. То есть, едут бизнесмены договариваться, а за ними там к ним вместе едут там политики и дипломаты, чтобы обсудить. Потому что история знает такие периоды, когда происходило именно так. То есть, Анисич, он даже, да, он с таким воззванием обратился. То есть, мы вас просим и предлагаем, и давайте вместе, то есть, если у вас там есть бизнес-контакты, давайте будем их с нашими ресурсами поддерживать. Поэтому такая народная экономическая дипломатия, что называется, выходит на очень такое важное место. Ну, это уж такой международный опять-таки уровень, да? Да, да, да. А вот мы где-то в начале беседы еще говорили вот о том, что сейчас собирается у нас государство очередной корпорации государственные создавать, да? Может, вернемся обратно в Россию, что нас тут ждет? Да, действительно. Корпорации, да. Собственно говоря, о создании корпорации было заявлено еще по весне, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то там, значит, о решении. Но официально о создании корпорации и назначении руководителя, сообщил, ну, как бы озвучил премьер-министр на пленарном заседании. Это о какой корпорации сейчас речь идет? Это корпорация развития малого и среднего бизнеса. Да, да. Значит, был озвучен ее руководитель, Броверман. Знакомый кировчанам человек, приезжал к нам, был. Приезжал, был, наслышанный, многие регионы о нем знают. Но что хочу сказать по этому поводу? Первичные отношения, в общем, как бы у обычных, что называется, людей-бизнесменов, я формулирую так. Когда государство уделяет более пристальное внимание какой-либо из сфер, в этой сфере надо очень быть осторожной, бдительной. Осторожиться, да, что называется. Спрятаться. Потому что дополнительное внимание государства у нас как-то зачастую приводит к обратным последствиям. Хотя, конечно, декларируются, в общем, благие цели. Корпорация-то уже создана? Да, но корпорация создается, потому что создаваться она будет на базе двух основных институтов. Это вот агентство кредитных гарантий, которое в полную меру, даже в полсилы так и не заработало, к сожалению. И МСП-банк, о котором мы с вами говорили. Так как это носит организационный характер, изменение, собственно говоря, прав собственности, учредителей, то это займет определенное время, я думаю, что не меньше полугода с точки зрения интеграции всех этих структур. Но Броверман уже вступил в должность и сделал ряд заявлений. И как раз мне было очень интересно, собственно говоря, послушать, о чем он говорит, задать вопросы и понять, собственно говоря, как будет это развиваться. Получилось задать вопросы? Да, да. Ну что сказал? Озвучивайте. Загнавайтесь. Мой вопрос заключался в том, как корпорация будет работать на местах. Мы же понимаем, что это корпорация федеральная. Я такой же вопрос хотел задать. Как она у нас-то будет представлена, эта корпорация? То есть мы же понимаем, что она там будет федеральной, а ориентирована она на взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства. Как они будут, собственно говоря, с ней коммуницировать? И мой вопрос был связан с опасением, что у нас сейчас пойдет волна создания филиалов в регионах, очередные структуры, вертикальные интеграции и все остальное. Но Броверман сказал, что по соглашению с Минэкономразвития, собственно говоря, точками контакта корпорации с бизнес-сообществом будет сеть МФЦ. МФЦ? О, интересный ход. Вот такой интересный момент. И для нас он действительно очень важен. То есть вот эта информация, буквально впервые произнесенная, я уже озвучил ее нашим сотрудникам Министерства профильного, это то, что заставит нас сейчас серьезно задуматься о том, как это реализовывать у себя в регионе. А у нас МФЦ-то занимается Министерство связи? Министерство информационных цифрологий, да? Да, Министерство. Ну, как я для себя так Минсвязи называю, да, и связи. Да, занимаются они, но на федеральном уровне сеть МФЦ курирует как раз Минэкономразвитие. Поэтому у нас сейчас будет дополнительный функционал возникать у МФЦ, ориентированный именно на бизнес-сообщество. Они по этому пути у нас уже идут. Я член наблюдательного совета, и мы буквально не так давно обсуждали. Ну, благо ведомства Зорин рассказывал о том, что в этом направлении, да. И открытие бизнеса можно будет делать через МФЦ, но это разумно, потому что других точек соприкосновения с государством, столь разветвленных, нет. А создавать еще одну сеть, мы вот очень с большим опасением к этому относились. Значит, ну вот такой был ответ. Будем смотреть, как сейчас это будет реализовываться. Вам-то, как видится, уже есть какие-то отдельные моменты, картины? Я... Нет, вот смотрите, то есть это был вопрос технологический, что называется, как будет коммуницировать корпорация. Дальше пошли вопросы содержательные. То есть, собственно говоря, что корпорация будет делать? Что она может дать бизнесу в регионах? Да, то есть она аккумулирует вот эти финансовые ресурсы МСП банка и агентство кредитных гарантий. И, соответственно, должна каким-то образом разработать каналы доведения этих финансовых средств до бизнеса. На этот ответ не было прямого вопроса, вернее, на этот вопрос не было прямого ответа. Я не думаю, что это будет сделано по сети МФЦ, потому что МФЦ не являются финансовыми структурами. Скорее всего, мы когда обсуждали в кулуарах, там будут, опять же, по примеру, и МСП банка и агентство, банки-агенты в регионах, которые будут с корпорацией взаимодействовать. Ну, в качестве такого примера приводилась АИЖК, корпорация ипотечная, которая рефинансирует банки, выдающие ипотечные кредиты, и тем самым, как бы, да, снимает с них вот эту... То есть это будут не только местные банки? Не только местные. Ну, я имею в виду, там, банки, работающие здесь в регионе. То есть у нас вот такое ощущение, что будет так сделано. Правильно ли я понял, что поддержка как бы предприятий малого бизнеса будет осуществляться примерно по той же схеме, как происходит поддержка вот ипотечного кредитования? То есть банк работал на какой-то схеме, да? Да, банки предлагают продукт, соответствующий стандартам, значит, кредитуют предприятие там или бизнес. То есть опять же ставка поменьше, да? У нас ведь на ипотеку есть. Да, да, да. Скидочка. Как иначе смысл поддержки, если ставка будет не ниже, то зачем? Да, то есть если ставка банковская, там смысла нет, да. А потом вот эти средства, выданные банками, рефинансирует федеральная корпорация. Вот у нас ощущение того, что это будет сделано так. Значит, еще один... Бизнес в ипотеку. Еще один важный момент, собственно говоря, это уже было ответом на вопрос, что вы собираетесь делать. И здесь, в общем, тема такая очень пока еще непонятная. То есть Броверман сказал, что через год на сайтах всех региональных администраций должны будут появиться результаты маркетинговых исследований. Относительно того, что вплоть до конкретного перекрестка. Например, на перекрестке улицы Ленина и Розы Люксембург в городе Кирове. Причем он Ленина и Розы Люксембург так и произнес, правда, про Киров не сказал, да. Видимо, эти улицы тоже во многих городах есть. И распространены, конечно, да. Не везде пересекаются, но во многих есть. Вот на этом перекрестке есть потребность и покупательский спрос на кафе или на ремонт обуви. И через год? Вот он сказал, что через год на сайтах всех региональных администраций должна появиться... Региональных администраций именно. То есть сайт субъектов федерации. Должны появиться вот такие маркетинговые исследования с такой степенью детализации, которые будут говорить бизнесу, что вот здесь есть спрос на ремонт обуви. Здесь есть спрос на магазин свежих продуктов или овощей. Здесь есть спрос на кассу авиабилетов. Вполне ведь... Нет, мысль-то разумная, а идея, безусловно. Дальше это должно сопровождаться информацией о том, какие формы поддержки вы можете получить для того, чтобы открыть то самое кафе или ремонт обуви. Финансовые, организационные, консультационные. Подход понятный, подход европейский вполне. В его представлении человек должен зайти на сайт, посмотреть, что здесь нужно кафе, что он может получить и принять решение об открытии этого кафе. Благая идея, вызывающая, правда, массу вопросов, потому что начиная с того, кто будет проводить эти маркетинговые исследования, и сколько они будут стоить. По каким схемам, кто будет разрабатывать эту методику. И насколько итог этого исследования будет соответствовать реальным запросам, потому что у нас в России частенько и так бывает. Мы в последнее время видим только какие-то исследования, например, обеспеченность жителей Кирова такими-то объектами. Вот она составляет вот столько. А что дальше, что ли? И у нас масса вопросов к этим исследованиям. Но вот опять же, смотрите, эта информация получена, что называется, вот как горячий пирожок, прямо там впервые. И мы сейчас уже с Павлом Николаевичем Ануфриевым ее обсуждали. Заместителем министра экономического развития. У нас есть возможность, но, скажем так, мы уже договорились, что постараемся провести определенное обсуждение вот этого проекта и свои предложения в эту корпорацию направить. Потому что я думаю, что у них там особого представления пока тоже нет. Добавить им немножко реализма. Да, и у нас есть возможность на этот процесс повлиять. Поэтому, в принципе, мы ожидаем от корпорации назначения Бровермана того, что внимание этому процессу вообще взаимодействовать с малым бизнесом будет повышенное, потому что из управления в Минэкономии это становится там корпорацией, ну, может быть, примерно в уровень там министерства. Ну, и собственный ресурс Бровермана позволит там больше привлекать к этому внимание. Но очень важна будет как раз та обратная связь, которую они будут получать от регионов, а не пребывание там в определенной эйфории. Еще раз давайте озвучим сроки, когда система должна вроде как уже... Броверман сказал, через год. Через год, это то, что меня бы все удивило. То есть, если бы он сказал там через пять лет, я бы еще как-то подумал, что это реально сейчас. Через пять лет это как про падишах или осел, или... Ну, а буквально через несколько секунд у нас будут новости, тематические программы, и мы уже вернемся в следующем часе. Спасибо нашему гостю Андрею Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, секретарь общественной палаты Кировской области. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.